Ода Анатолия Павловича Смирнову, неординарнейшему профессору. Подчеркну, что это определение имеет качественное различие, а не количественное. Прошедшее постичь не так легко, у Гёте Фауст говорит. Оно не столько позабыто, насколько под семью печатями сокрыто. Пусть слово сохраняет смысл такой, нам снова Гёте говорит, какое в него происхождение вложит. И физики по воле Она истолковали в кривь Ньютона. В том славный Эйлер-пионер дороги ложной дал пример. И термины, понятия, слова утратили свой смысл и связь. Амбициозная словесность, рекой мутной разлилась. Конгрессы, дискуссии, встречи, где логики главный закон? Шабаш безумства церечи, души ясномыслящий стон. И храм науки в балаган толпы шумящие обратили. И в своеволии, без муки, пришли в тупик к концу науки. И в неколастической науке не стало истинного знания. Средь мнений, мифов, бреда, скуки возникла ясность осознания. Тупик не стар был и не нов. Не виделось дороги гладкой, но парадигму дал Смирнов, включив в неё закон порядка. Причинно-следственный закон представил за основу он. Сквозь семь печатей он проник, и суть Ньютонову постиг. И вся система мироздания впряглась в закон, держась порядка. И словно юных беззарядка, свежа, как в первый день создания. Сияет мирно врождённый, торжественен вселенный ход. Закон всеобщий, вновь найдённый, в мозги учёные войдёт. Кто загадал нам ту загадку, и кто её нам разрешит, Как тайный мир потенциальный, уж в мир проявленный, спешит. В самодвижении мир предстал, в движении закона мира. И нет остановки, нет бремени в безмерном пространстве и времени. Прижив же к осознанию знания, не обещает лёгкий путь. Коль нет теории познания, тут не продвинешься ничуть. Вот юбилейный Ломоносов в том смысле образцом нам дан, Ведь на теории познания работал русский великан. Неординарнейший профессор, от профессуры ординарной, Тогда он явно отошёл, когда всеобщее нашёл. Им чтение лекции без мышления и самомнение без сомнения В форме сонливо-беззвучной, как Чехов представил в истории скучной. Но о конгрессах, о конгрессах, каких нагрузок, какой воз? Тип редкий, умственный, тип сильный, он мозговой тяжеловоз. Закон порядка в нём царит, а возраст – дар, а не помеха. Он по природе так сложен, что самый явный шоу Жен. Шоу Жен – китайское понятие. Молодой человек, обрезший долголетие. И мудрость. И мудрость, да. Спасибо за внимание.